Приветствую вас. Для начала, я думаю, что вам желательно понять, что такое созависимость. В книге Валентина Маскаленко «Созависимость семейная болезнь» достаточно подробно описывается о созависимости со стороны именно созависимого партнера, а не зависимого партнера. То, что я мог бы сказать сейчас, так это то, что зависимый партнер создает для своего партнера, то есть ваш муж создает для вас среду, в которой вы сами становитесь созависимыми. То есть если зависим ваш муж от игры, то вы зависимы от его действий. И вам его жал, вы надеялись его излечить. То есть понимаете, как бы вот это означает, что вы не принимали его таким, как он есть изначально. То есть вроде бы вы его приняли, что он играл, это было бы неплохо. Но с другой стороны, вы надеялись его перевоспитать. А это означает, что таким, как он есть, вы его не принимали. То, что вам его жалко, то, что вы боитесь, что он опустится, это и есть созависимость. Потому что, ведь он взрослый человек. Он знает, что он хочет. Более-менее, более-менее знает, что делает. И если ему суждено опуститься, то это его выбор. Хочется немножко поговорить о природе жалости. Если вы его жалеете, значит вы считаете, что мужчина достоин жалости. Если вы его жалеете, значит вы считаете, что он не способен самостоятельно справиться со своими проблемами. Если вы его жалеете, ну, вероятно, ставите себя выше него. Ведь вы-то справиться сами можете. В отличии, опять же, от него самого. Понимаете, между чем и чем вы выбираете? Вы выбираете между свободной жизнью и жизнью с человеком, которого вы не уважаете. Между тем, чтобы быть свободной, вы делаете выбор. И тем, чтобы быть человеком, которого вы воспринимаете как ребенка. В котором вы ведете себя, по сути, как мать. Будете ли вы счастливой от этого. Нужно с этим разбираться. Вот вы пишете, что вы боитесь, что уйдете и он опустится. Это гиперответственно. Еще один примитом созависимости. Поэтому, в первую очередь, изучите тему созависимости Фатима. После чего, обратитесь к психологу. Для того, чтобы с вами поработали над именно этой проблемой. Видите ли, созависимость возникает не просто так. И созависимость, партнер становится не на пустом, к сожалению, месте. Зависимость возникает, как правило, из-за того, что в детстве у партнера, который впал в созависимость, в семье не имели личных границ, не уважали личных границ. Были склонны к подчиненным, ну, больше к подчиненному формату отношений, нежели чем к доверительному и свободному. Так появляется созависимость. Опять же, в книге созависимость и семейная болезнь, вы об этом можете почитать подробно. Короче говоря, начните с изучения книги. После, обратитесь к любому выбранному вами психологу, психологу для работы над собой. Когда работа над собой будет проведена, вы сможете показать мужчине, как это, делать что-то для себя. Вы сможете показать мужчине, как это, любить себя. И он научится, глядя на вас, это делать. То есть только, только личным примером можно помочь вашему мужу. А когда вы жертвуете, то и ему, соответственно, нет никакого основания делать что-то для того, чтобы выходить из своего состояния. То есть, вот вы ничего не пишите о нем. Вы не говорите о том, например, какой ему резон найти переставать играть, если вы о нем заботитесь. Вот. Для чего, для чего вообще ему что-то менять? Подумайте над этим. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, обращайтесь в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.